Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста. Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным христианским любомудрием монашеской жизни. Продолжение. Теперь рассмотрим и то, что монах и царь доставляет подданным. Этот золото, а тот благодать духа, этот избавляет от бедности, если он добр, а тот молитвами освобождает души, одержимые демонами. Если кому-либо случится, подвергнуться таким несчастьям, то он проходит мимо царя, как бы бездушного предмета, и поспешает жилища монахов, как бы избегая волка и прибегая к зверолову, имеющему меч в руке. Ибо что для зверолова меч, то для монашу стующего молитва. Подлинно, не так страшен для волков меч, как для демонов молитвы праведников. Посему не только мы в нуждах прибегаем к святым монахам, но и сами цари прибегают к ним в опасных обстоятельствах, как бедные во время голода к жилищам богатых. Ахав царь Иудейский во время голода и недостатка хлеба не полагал ли надежду спасения в молитвах Ильи? Языки, имевшие такую же власть и державу, находясь в болезни, ожидании кончины, видя наступающую смерть, не прибегли к пророку, как к сильнейшему смерти и подателю жизни. Также, когда разразилась война, и Палестина была в опасности разориться до самого основания, то царь Иудейский, распустив войска и пеших воинов, и стрельцов, и всадников, и военачальников, и полководцев, прибегли к молитвам Ильисея, так как думали, что служитель Божий заменит для них многие тысячи воинов. Точно так же и царь Иезекия, когда наступила Персидская война, и город с величайшую опасность уколебался до самого основания, и находившиеся на стене дрожали, стращились и трепетали, как бы в ожидании грома или всеколеблющего землетрясения, противопоставил молитве Исаии многим тысячам персов и не обманулся в надежде. Ибо как только пророк поднял руки к небу, Бог небесными стрелами прекратил персидскую войну, внушая царям, почитаясь служителей Его общими спасителями земли, дабы они научились принимать отправильников повещания ко всякому доброму и человеколюбивому делу, уважать эти советы и следовать благим внушениям. И не из этого только можно видеть различия того и другого. Но если случится тому и другому пасть, лишиться одному добродетели, а другому царства, то первый легко может прийти в себя и скоро, очистив грехи, молитвы и слезами, скорбию и попечением о бедных, опять удобно достигнуть прежней высоты. Неспавший царь будет нуждаться во многих союзниках, многих войнах и всадниках, и конях, и деньгах, пребывая в опасностях. Последний всецело полагает надежду спасения в других, а первый получает спасение быстро вслед за желанием, усердием и переменой нрава. Ибо Царство Небесное, говорится, в Писании внутри вас есть. Даже смерть для царя страшна, а для любомудрствующего беспечальна, потому что тому, кто презирает богатство, удовольствие и роскошь, для которых многие желают жить, по необходимости легко переносит и переселение отсюда. Если бы случилось тому и другому быть убиваемым, то один подвергнется опасностям за благочестие, приобретая смерть и бессмертную небесную жизнь, а царь встретит в убийце тирана и искателя власти, представляя после убиения жалкое и ужасное зрелище. А видеть монаха, убиваемого за благочестие, приятное и спасительное зрелище, при том один будет иметь многие соревнователи его доблестей, подражателей и учеников, молящихся о том, чтобы оказаться подобными ему, а другой много потратит слов в молитвах, умоляя Бога, чтобы не явилось ни одного искателя царства. Даже первого и убивать никто не осмелится, считая нечестием против Бога, если убьет такого. А на последнего стоят многие убийцы, искатели тирании. Посему этот ограждается воинами, а тот ограждает города молитвами, не боясь никого. Царь всегда живет со страхом и в ожидании убийства, потому что он имеет при себе опасное любостяжание, а монах – безопасное спасение. И так кажется, довольно сказано мною о делах настоящей жизни. Если же мы захотим рассмотреть и будущее поприще, то увидим одного в блеске и славе, восхищаемого на облаках воскресенья Господа в воздухе, как вождя и наставника спасительной жизни и всякой добродетели. А царь, если окажется пользовавшимся властью праведно и человеколюбиво, но это весьма редко, сподобится меньшего спасения и прославления, потому что они не равны. Не равны, царь добрый и монах, живущий в высоком служении Богу. А если он окажется порочным и дурным, наполнившим землю множеством зла, то кто может изобразить бедствия, которыми он будет окружен, сожигаемый огнем, бичуемый, терзаемый, претерпевающий такие страдания, какие невразимы словом и непереносимы делом. Все это, представляя и помня, не должно восхищаться богатыми, ибо и владыка их, как оказывается, не может немало приблизиться к добродетели монаха. Итак, когда ты увидишь богатого, украшенного одеждою, убранного золотом, везомого на колесницах, выступающего в блистательных выходах, не ублажай этого человека, потому что богатство временно и кажущееся прекрасно мысливает с этой жизнью. Видя монаха, идущего одиноким, смиренным и кротким, спокойным и тихим, соревнуй этому мужу, окажись подражателем его любомудрием, молись о том, чтобы сделаться подобным праведнику. Ибо просите, говорит Писание, и дано будет. Это поистине прекрасно и спасительно, и благонадежно по человеколюбию и промышлению Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok